Здравствуйте, дорогие студенты, уважаемые преподаватели, дорогие коллеги. Мы продолжаем цикл наших встреч в рамках нашего проекта «Занимательная наука» с одной стороны и с другой стороны авторсессии. Если вы регулярно смотрите наш сайт, сайт нашего университета, то вы, конечно, знаете о том, что у нас существует уже определенная традиция. На протяжении последнего года, мы уже, считайте, полутора лет, мы встречаемся с нашими добрыми коллегами и друзьями нашего университета. Всеми теми, кто может нам рассказать что-то интересное и о своей деятельности. Но в данном случае у нас будет разговор больше о переводе, а именно о такой его разновидности, как художественный перевод. И сегодня в гостях у нас Александр Яковлевич Ливергант. Это главный редактор журнала «Иностранная литература» и не только. И если Александр Яковлевич мне позволит, я всё-таки несколько слов скажу о том, как мы плотно и плодотворно взаимодействуем уже на протяжении нескольких лет. Дело в том, что Александр Яковлевич работает с нами по линии школы молодого переводчика художественной литературы. И на самом деле очень многие наши коллеги и из «Трансодружества», и из «Дальнего зарубежья», и наши студенты получили возможность и имели возможность присутствовать на его замечательных совершенно мастер-классах, очень занятных, занимательных и очень-очень интересных. Почему? Потому что они всегда содержат самые различные практические рекомендации для начинающих и молодых переводчиков. А вам, как будущим переводчикам, это будет, конечно, небесполезно и чрезвычайно актуально. Я бы это даже сказала так. Так. Кроме того, я знаю, что Александр Яковлевич Левергант у нас и возглавляет гильдию мастеров перевода. Она ведь так называется, да? Мастера литературного перевода. Мастера литературного перевода. И, может быть, Александр Яковлевич, вы найдете возможность тоже сказать несколько слов и об этом виде вашей деятельности. Почему? Потому что я знаю, что вы вообще охотно работаете с молодежью. Ребят, заходите, не стесняйтесь. У нас интересная сегодня встреча и разговор, и поэтому ваше присутствие только украсит нашу сегодняшнюю встречу. Тем более я очень рада, что ребята так живо откликнулись. И, коллеги, большое вам спасибо за то, что вы тоже присутствуете на нашей сегодняшней встрече. Значит, приветствуются самые разнообразные вопросы, приветствуются самые различные комментарии, которые, может быть, высказывания так или иначе связаны с темой перевода, в нашем случае с темой литературного, художественного перевода. Александр Яковлевич, если вы позволите, мне кажется, все-таки будет здорово, если вы вступите уже в непосредственный диалог с нашими ребятами, но я воспользуюсь все-таки немножечко, как это иногда бывает, своим служебным положением, и задам первые два вопроса. Первый вопрос, конечно, он традиционный, я думаю, что Александр Яковлевич уже миллионы раз на него отвечал, но вполне вероятно, что вы еще никогда не слышали о том, как на этот вопрос отвечает Александр Яковлевич, а именно, как вы все-таки пришли в художественный перевод. И второй вопрос, который мне тоже кажется, он тесно связан с первым вопросом, вот как главный редактор журнала иностранной литературы. Все-таки для вас это больше творчество или административная ноша? Добрый день, дорогие друзья. Прежде чем ответить на два вопроса Инна Ралиевна, я хочу задать вам один только вопрос, традиционный, свой традиционный вопрос. Кто из вас читает журнал иностранной литературы? Вот, я, значит, этот ответ ожидал, да. Это, конечно, очень печально, но такова сегодняшняя действительность. А кто знает про существование этого журнала? Тоже никто не знает. Поднимите повыше, чтобы видно было. То есть есть несколько человек, очень немного, кто про этот журнал слышал, но никто его не читает. Ну, что вам сказать. Это действительно веяние сегодняшнего времени. Когда росли и были студентами мы, то толстые журналы, да, вы знаете, что они называются толстые журналы, а еще в просторечии толстяки. Вот эти толстяки были очень примечательным явлением советской тогда культуры. И очень многие произведения, которые появлялись в толстых журналах, особенно в перестройку, с которой, собственно, начинается свободная печать, да, вы знаете, что в советское время царствовала цензура, очень многие произведения не пропускались. Для того, чтобы «Новый мир» мог напечатать один день Ивана Денисовича Солженицына, понадобилось очень много усилий, трудов и времени. А вот с перестройкой, с появлением перестройки, с началом перестройки, толстые журналы ожили, тиражи взвелись вверх, стали чуть ли не миллионными. Это касается и журналов иностранной литературы. И все в запуски начали печатать произведения, которые в советское время не разрешались. Какие это произведения? Ну вот мы говорили о Солженицыне, можно сказать о Шаламове, можно сказать о Лидии Гинсбург, о Борисе Пастернаке, о романе «Доктор Живаго», о замечательном эпическом романе «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и так далее, и так далее. В эту гонку включился и журнал «Иностранная литература». В свое время, в советское время, это был дефицитный журнал, его было сложно достать по двум причинам. Первая причина заключалась в том, что он был очень востребован, потому что люди тогда, в отличие от нас с вами сегодня, никуда не ездили, и единственная возможность познакомиться с культурой зарубежных стран был журнал «Иностранная литература». Это была первая причина. Причем, надо сказать, что журнал в те годы, сейчас существует некий миф относительно того, какой это был замечательный журнал. Он был далеко не всегда таким уж замечательным. Цензура брала свое, печаталось очень много произведений проходных, неинтересных, заидеологизированных. Понимаете это слово, да? Заидеологизированных. Но, тем не менее, проходили, пропускались, проникали в печать и замечательные книги, такие как романы Фолкнера, романы Маркеса, романы Умберто Эка и так далее, и так далее. Их было не очень много, но если в течение года вы подписывались на журнал и появлялось хотя бы одно-два произведения вот такого вот класса, Джон Фаус, да, Гюнтер Грасс и так далее, то это уже стоило того. Это была первая причина. А вторая причина дефицита журнала заключалась в том, что его тираж искусственно сдерживался. Понимаете, не очень хотели, чтобы журнал распространялся совсем широко и свободно. Поэтому, если вы работали на предприятии, как это тогда называлось, то выиграть подписку на журнал иностранной литературы было очень сложно. Времена диаметральным образом изменились, что называется, на 180 градусов. Сегодня тиражи толстых журналов далеко не те, какие были раньше. И вот грустно, но факт. Вот молодая поросль, интеллигентные молодые люди, занимающиеся зарубежной литературой и, главное, языками, в данном случае арабским и португальским, вообще не знают о том, что раз в месяц в Москве издается и распространяется по всей стране, и даже отчасти за границу, журнал с тиражом 3000 экземпляров, где печатаются новинки современной зарубежной литературы. При этом эти произведения не массового характера, не развлекательного. Но, как правило, это произведения серьезных писателей сегодняшнего и, особо подчеркнув, вчерашнего дня. Мы не пренебрегаем классикой, много печатаем того, что не было напечатано раньше. Основная особенность нашего журнала, его, так сказать, главное идеологическое свойство, которым мы очень гордимся и которому верны, заключается в том, что мы не печатаем произведений, которые раньше выходили на русском языке, даже если эти произведения выходили в далекие, скажем, царские времена. Мы печатаем только то, что на русском языке появляется впервые. То есть мы переводим произведения, которые раньше никогда не переводились. Да, бывают исключения из этого правила. Я начал наш разговор со слов об идеологии, о цензуре. И действительно, бывали произведения иностранной литературы, даже и очень известные, которые уродовались цензурой. Часто это была даже автоцензура. То есть переводчик, понимаете меня, да, то есть переводчик сам не рисковал и убирал какие-то рискованные вещи. Что имеется в виду рискованные вещи? Вам это будет непонятно. И это замечательно, что вам это непонятно. Это касалось, например, возлияния алкоголя. Это касалось эротических сцен. Это, конечно же, касалось разговора о тех чудовищных репрессиях, которые творились в советское время и которые описывали зарубежные писатели. Все это из произведений, которые даже печатались, изымались. Но вот люди моего поколения и даже моложе меня прекрасно знают, о чем я говорю. Для вас это совершенно непонятно, и, повторяю, это прекрасно, совершенно непонятная вещь. Потому что вы читаете все то, что вы хотите, как, собственно говоря, и должно быть. Тем не менее, повторю, журнал «Иностранная литература» был очень модным, очень интересным для большинства читателей, потому что многие читатели не могли оценить ту реальную литературу, которая существовала в зарубежных странах. В советское время я сказал о том, что очень многие журналы были, очень многие номера нашего журнала были довольно слабыми. Это было вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, в течение года из 12 номеров существовало два, по крайней мере, два. Это ноябрьский номер, вам это тоже мало что скажет, это год Октябрьской революции. И апрельский номер, день рождения Ленина, когда большинство произведений писателей от американских до вьетнамских должны были быть посвящены двум этим явлениям. И, конечно, читать этот журнал было необычайно скучно и неинтересно. Кроме того, в журналах существовало вот такие вот, я бы сказал, идеологические качели. Если главный редактор журнала позволял себе допечатать американский роман, он должен был в этот номер дать обязательно стихи, скажем, вьетнамские или корейские, или китайские и так далее, и так далее, чтобы каким-то образом сбалансировать впечатление, чтобы у читателей не возникло впечатления, что настоящая литература существует только на Западе, в развитых капиталистических странах, а на Востоке, в Китае, или в Корее, или в Африке такой литературы нет. Сегодня мы, конечно же, за этим не гонимся. Мы стараемся давать довольно широкий спектр литератур. У нас, например, вам это будет интересно. Пару лет назад был специальный португальский номер. Если кому-то интересно, я назову вам телефоны, по которым вы можете эти номера себе заказать. Вам это будет любопытно. Этот номер построен по нашему принципу специальных номеров. Что такое специальный номер? Это номер, посвященный какой-то отдельной литературе, где есть и современная литература, и классика. Так вот, в этом португальском номере большой отдел был посвящен Песо, о котором вы все знаете. Это замечательный совершенно поэт, прозаик, классик португальской литературы. Вы о нем не можете не знать. Кроме того, помимо специальных номеров, о которых я сказал, у нас большинство номеров так называемых регулярных. Что это значит? Это значит, что в каждом номере мы даем литературу разных стран, стараясь не повторяться. То есть, если у нас есть стихи какого-нибудь американского поэта, вот мы очень скоро печатаем стихи совершенно замечательного американского поэта Эшбери, которого, между прочим, переводил среди прочих и преподаватель вашего университета Антон Нестеров, очень талантливый человек, наш постоянный автор. Но если мы напечатали Эшбери, то мы будем стараться в этом номере других американских публикаций, материалов не печатать. Мы стараемся, чтобы в регулярном номере были произведения самых разных авторов. Теперь вот такая деликатная тема. Раз уж мы заговорили о журнале, здесь среди вас есть арабисты. Я правильно понял, да? Существует ли в журнале современная арабская литература? Она существует, но в минимальных дозах. Я объясню, почему. И, к сожалению, буду для многих из вас выглядеть неполиткорректным. Дело в том, что нам действительно присылают переводчики, а это, так сказать, основное наше питание. Мы питаемся теми произведениями, которые нам предлагают наши переводчики. И вот наши переводчики, очень часто из-за границы, присылают нам стихи современных арабских поэтов и кое-что из прозы. И должен сказать, что проза, по крайней мере, современных египетских писателей, оставляет желать лучшего. Дело не в том, что она плохая. Дело в том, что она несколько подотстала от современных веяний литературы. И мы, конечно, очень раздумываем, прежде чем такого рода произведения напечатать. Понимаете, сегодня мы стремимся к тому, чтобы завоевать нашего читателя. Вот главный редактор журнала иностранной литературы, существовавший в 70-е и 80-е годы, к этому не стремился. Журнал, каким бы он ни был, ленинский номер, октябрьский номер, номер, посвященный китайской литературе, социалистических стран и так далее, все равно этот номер покупался. А сегодня мы очень зависим от того, какие произведения мы печатаем. Теперь, продолжая, а может быть и завершая разговор о журнале «Иностранная литература», я отвечу на вопрос о том, каково это быть главным редактором журнала и каково это совмещать художественную, так сказать, творческую сторону и административную. Конечно, в идеале нужно было бы иметь двух руководителей такого журнала, потому что административная работа, вы это прекрасно уже понимаете, с творческой сочетается очень плохо. И у нас есть, у меня есть мой заместитель, который называется у нас исполнительный директор, который вот и стремится к тому, чтобы решать административные вопросы. Что такое административные вопросы? Это очень просто и крайне сложно в сегодняшних обстоятельствах. Это добыча денег. Это увеличение тиража. Это стремление, возможность, попытки получать гранты. Это обретение, это самое сложное спонсоров. Вот все это лежит на плечах исполнительного директора и на моих хрупких плечах тоже, потому что я естественным образом этим занимаюсь. Сегодняшний главный редактор, опять же, в отличие от главного редактора брежневских, застойных, так называемых времен, должен уметь находить деньги. Вот я сказал два слова о специальных номерах, о том же, например, португальском номере. Кстати, о португальском языке в этом году в октябре выйдет специальный бразильский номер. Так вот, почему журнал «Иностранная литература» выпускает не меньше двух, а то и трех специальных номеров каждый год? Потому что это дает нам возможность немного заработать. Дело в том, что культурные институции соответствующих стран, в данном случае Португалии, дают нам грант на издание подобного номера, потому что соответствующим культурным чиновникам этих стран выгодно иметь такой номер, который представляет собой, в каком-то смысле, паспорт их работы. Некую антологию современной литературы соответствующей страны, за которой, очень может быть, последует интерес издательств к этой литературе. Поэтому они дают нам возможность получить грант на издание вот такого рода журнала. Очень важно для нас получать подобного рода гранты. Это первая история. Вторая история – это поддержка сайта. Это тоже очень важная вещь, и она тоже требует больших усилий. Помогает ли нам государство в минимальной степени? В самой минимальной степени. Мы очень благодарны Федеральному агентству по печати или, говоря по старинке, Министерству по печати, потому что они дают нам очень небольшой грант раз в год. Но, конечно, этого совершенно недостаточно. В советское время, с которым я все время сравниваю журнал, в редакции журнала работали десятки людей. Порядка 70-80, если я не ошибаюсь, человек. Сейчас в нашей редакции 11 человек. И то я считаю, что штат журнала мог бы быть меньше. Дело в том, что редакторов, и это очень тревожная тенденция, мы вывели за штат. Почему тревожная тенденция? Потому что редактор журнала «Иностранная литература» должен заниматься не только, я бы сказал, не столько редактурой, сколько поиском новых произведений. И вот когда этот редактор является частью журнала, то есть официальным редактором в штате журнала, он этими вещами занимается. А когда мы его привлекаем со стороны, и он получает деньги только, собственно, за редактуру, поисками новых материалов, то, чем живет журнал, он занимается гораздо меньше. Поэтому, выведя редакторов за штат, мы, конечно, очень себя обединили. Но у нас нет другого выхода, нам действительно невозможно держать большой раздутый штат, поэтому, так сказать, это, тем не менее, приходится делать. Еще одно очень любопытное начинание у журнала. Мы вручаем несколько премий каждый год. И среди этих премий надо назвать премию вот той ассоциацией, которую назвала Айнара Алиевна, ассоциацией, которая называется «Бастера литературного перевода». Это около 200 человек, безусловно, лучших переводчиков нашей страны, зачастую очень уже, увы, немолодых людей, которые переводят самых разных языков. Среди них есть, кстати говоря, и арабисты, и португалисты, и так далее, и так далее. И вот каждый год мы вручаем премию «Мастер». Она называется «Мастер». Наша ассоциация называется «Наша гильдия». Называется «Мастера литературного перевода». Поэтому главная премия – это «Мастер». мы ее вручаем в двух, а сегодня уже и в трех номинациях – за прозу, за поэзию и за перевод детской литературы. Все члены нашей гильдии участвуют в отборе сначала длинного, а потом короткого списка, и потом наш экспертный совет во главе со мной выводит, так сказать, победителей этой премии, этой ежегодной премии. Премию получает лучшая книга, лучшая переводная книга. Это может быть детская книжка, это может быть поэтический сборник, это может быть прозаический сборник. И журнал каждый раз активно участвует вот в этом выборе произведений. Говорит, коллегия журнала участвует в вручении очень многих премий. В частности, вы слышали про такой фонд «Ясная поляна», вот премия «Ясная поляна» недавно учреждена за лучшее произведение иностранной литературы. Вручаем и вручается, соответственно, лучшему переводчику и лучшему автору такого произведения. Разумеется, без журнала «Иностранная литература» это начинание, этот проект обойтись не может. Ну вот, я, наверное, более или менее подробно рассказал вам про журнал «Иностранная литература». Мы сейчас поговорим еще о других вещах, но я очень был бы рад, если бы вы обратили свое внимание к этому журналу, хотя бы даже потому, что он позволит вам лучше, глубже, интенсивнее познакомиться с литературой ваших конкретных стран. И, конечно, очень печально, и я думаю, что это в основном наша, а не ваша недоработка, что журнал этот не попадает в ваши руки. Я не знаю, подписан Лингвистический университет на журнал или нет. Я ровно сейчас хотела как раз прокомментировать ваше последнее высказывание. Дело в том, что мы буквально несколько дней тому назад встречались с ректором нашего университета, Ириной Аркадьевной Краевой, и Александр Яковлевич лично присутствовал на этой беседе, мы как раз обсуждали вопросы нашего взаимного сотрудничества. Понимаете, в чем дело? Здесь, мне кажется, образование, наука и иностранная литература, в частности, журнал иностранная литература, это такая вот некая сцепка. И если нам удастся установить институциональное взаимодействие между журналом иностранной литературы и нашим университетом, это будет очень здорово, прежде всего, для вас. Во-первых, мы, и Ирина Аркадьевна это обещала, это я еще раз могу подчеркнуть и поговорить, выписываем журнал иностранной литературы, но мы бы хотели дальше расширить наше сотрудничество и взаимодействие. И вот сейчас у нас уже появились некие достаточно масштабные планы, но, конечно, это все будет зависеть и от вас, от вашего участия, от вашего желания дальше заниматься литературным переводом. Это нужно понимать. Конечно, это проблема достаточно серьезная, серьезная, не каждый может быть переводчиком художественной литературы, но это такое дело, которое обогащает ваш культурный и ваш фон, который связан со страной изучаемого языка. И вы знаете, что изучая иностранный язык, конечно, вы постоянно обогащаете свой словарный запас. Но дело в том, что это и процесс такой как бы обратный. Одновременно работая с иностранной литературой, вы оттачиваете и мастерство, которое так или иначе связано с вашим родным языком, с русским языком. То есть человек, который много читает и много переводит с иностранного языка на русский язык, с русского языка на иностранный язык, он постоянно оттачивает свое мастерство. И именно поэтому мы говорим о нашем следующем плане. Мы хотим сделать так называемую переводческую мастерскую, связанную именно с подготовкой переводчиков художественной литературы. Естественно, что это дело не одного дня. Мы будем разрабатывать специальные программы, мы будем всячески взаимодействовать. Но мы сходим здесь из того, что, скажем, будет целая серия мастер-классов, где вы, независимо от того, будете ли вы дальше работать переводчиками именно в плане, да, или касаясь художественной литературы, у вас будет возможность себя очень хорошо подтянуть как в иностранном языке, так и в русском языке. И я, наверное, не совру, если я скажу, сославшись на вас, Александр Яковлевич, да, мы знаем, что русский язык очень сильно страдает. И дело в том, что найти переводчиков, которые с иностранного языка хорошо переводят на русский язык, это очень-очень большая редкость. И дело в том, что как будто отсутствует чувство языка, отсутствует вот это вот желание найти какое-то слово, наиболее полно отражающее язык, оригиналы и так далее, и так далее. Вот этого... А главное отсутствует культура чтения, да? Культура чтения, да, я не хотела сейчас это говорить, но на самом деле здесь беда в том, что как будто нет желания сделать это хорошо и красиво. Понимаете? Вот желания такого внутреннего нет, нет такой потребности всё-таки заставить себя открыть в очередной раз словарь, посмотреть, я не знаю, все значения слова. То есть сделать это добротно. Понимаете? И вот мне кажется, что именно наша мастерская, которая у нас... Ну, мы её... В сентябре месяце уже запускаем, мы же решили с вами, что это у нас будет такой пилотный проект. Ну, вы знаете, мы радуемся пилотным проектам. Почему? Потому что после того, как они себя оправдывают, естественно, что мы дальше их уже ставим на такой поток. И, соответственно, мы точно можем знать, что вот этот блок профессиональной подготовки наших ребят, он закрепляется за нами. И тогда мы просто понимаем, что будет определённое количество молодых людей, в широком смысле этого слова, и юношей, и девушек, которые будут профессионально обращаться с иностранным языком и не менее профессионально со своим родным, в нашем случае, с русским языком. И мне кажется, это очень-очень важно. На самом деле я тоже, если Александр Ильич позволит, всё-таки я продукт советского времени, но так сложился. И я просто помню то время, когда нам в руки попадал журнал «Иностранная литература». На самом деле я просто могу сказать, что мы зачитывали эти журналы «Додыр», и более того, многие из нас делали такую библиотеку из этих журналов или конкретно из этого журнала. Мы их переплетали, мы их отдавали почитать соседям, друзьям, знакомым, и всячески их теребили, если они эти книги, вот уже в переплетённом варианте, эти журналы нам не возвращали вовремя. Причём потому, что это было действительно большой ценностью, и в приличном обществе было принято говорить о новинках, о зарубежных новинках. И, естественно, вопрос любителя Вебрамса был для нас не пустым звуком, а мы понимали, о чём мы тогда должны говорить или на какое произведение мы должны здесь сослаться. То же самое было принято в нашем кругу, начинать что-то цитировать, и кто-то должен был подхватить эту цитату и сделать соответствующее какое-то, я не знаю, может быть, замечание, ремарку, или всячески продемонстрировать свою такую культуру, или, если хотите, эрудицию. Без этого человек просто не мог считаться интеллигентным, начитанным, не знаю, там, умным, образованным. В общем, всякие разные эпитеты я могу здесь перечислять. Так было принято. Сейчас, к сожалению, эта культура ушла куда-то в небытие. И это очень жаль. Почему? Потому что получается, что когда ты начинаешь вести разговор или светскую беседу, вы знаете, да, что если вы вступаете в контакт с иностранцем, и понятно, что если он представляет регион или ту страну, язык которой вы сейчас изучаете, если вы не можете вести беседу на тему об искусстве, о литературе, о чем вы тогда можете говорить с вашим собеседником. То есть вы сознательно совершенно загоняете себя в некий такой тупик. И это очень неприятно. Почему? Потому что ваш собеседник делает соответствующий вывод. Это не означает, что он грандиозно владеет этими знаниями, но речь идет сейчас не о носителях языка, а лично о вас. И поэтому, чем выше ваш культурный фон, чем выше ваш культурный уровень, чем больше вы читаете, тем больше вы, конечно, знаете и чувствуете себя уверенно. Ну, извините за такой долгий комментарий. Может быть, все-таки, ребята, тогда я передаю микрофон вам. Не стесняйтесь задавать вопросы, потому что, еще раз говорю, Александр Яковлевич всегда отвечает на них очень добротно, кропотливо, охотно и с большим энтузиазмом. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Проков Руслан. Я хотел бы у вас узнать, у вас нет ли идеи, или, может быть, она уже была реализована просто маней, не знаем, чтобы выпускать этот журнал в электронном формате или организовать какие-то электронные подписки для них. Потому что в современной, молодой творческой интеллигенции, да, технологии проникли совершенно, приобрели совершенно другой формат, и это было бы очень удобно молодому поколению, собственно, молодым людям, открыть на своем планшете ваш журнал или получить уведомление на почту о том, что вышел ваш журнал. Дай его скачать и посмотреть те произведения по тем странам, которые их интересуют. Это совершенно кардинально могло бы изменить принцип работы с информацией. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос более чем уместный. Вы знаете, я бы ответил так, и ответ мой может быть покажется вам довольно депрессивным. Дело в том, что мы же журнал переводной литературы. Я про это не сказал, но очень большая часть средств, которые мы получаем за подписку, за продажу журнала, уходят на приобретение прав. Понимаете, что это значит? Что такое приобретение прав? Значит, если я хочу издать на русском языке, перевести какой-нибудь роман, японский, португальский, или английский, любой, то я должен правообладателю заплатить за эту публикацию. Это вам понятно, да? Это происходит с любым издательством, занимающимся изданием зарубежной литературы. Так вот, если я покупаю права на одноразовое издание на бумаге, понимаете, на бумаге, то есть в журнале, я, например, за этот роман заплачу, за права на этот роман, я заплачу, скажем, 500-600 евро. А если я покупаю этот же роман для его электронного воспроизведения, я заплачу не меньше 3-4 тысячи. И мы, к сожалению, позволить себе это не можем. Поэтому, если вы на сайте, например, в журнальном зале посмотрите содержание журнала «Новый мир» или «Знамя», или «Звезды», то вы увидите полнотекстовую версию этого журнала. Если же вы увидите, откроете журнал иностранной литературы, то вы не увидите полнотекстовую версию. Вы увидите лишь то, что мы имеем право по контрактам печатать. Ну, например, существует современный португальский роман. Мы купили на него права на одноразовую бумажную публикацию. А следом идет, предположим, моя статья про этот роман. Значит, мою статью журнал напечатать может. А роман, он может дать только одну главу или какой-то короткий синапсис, абстракт, то, что называется, этого романа, не более того. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я должен сказать, что здесь существует некоторый тупик. Вы абсолютно правы, электронная версия должна была бы у журнала быть, но это требует привлечения дополнительных средств. И как только, или когда, или если у нас появится мощный спонсор, мы, конечно же, будем это делать, мы об этом постоянно думаем, но вот мы, увы, как и другие толстые журналы, в этом смысле сильно ограничены в средствах. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Мой вопрос такой. Как происходит выборка тех произведений, которые вы печатаете в своем журнале? Спасибо. Вот видите, вы журнал иностранной литературы не читаете, а вопросы задаете в высшей степени уместные. Дело в том, что подбор произведений для журнала иностранной литературы это очень многоплановое, разветвленное, и такая, я бы сказал, непостоянная хаотическая вещь. Мы черпаем содержание нашего журнала из самых разных источников. Ну, во-первых, я об этом уже сказал, пусть и кратко, это наши замечательные переводчики, у которых очень много есть произведений, которые они хотели бы напечатать в журнале. Мы платим весьма скромные гонорары, но напечататься в таком журнале, как иностранная литература, считается престижным. И если вы напечатали какое-то произведение в каком-нибудь издательстве, пусть даже московском и петербургском, оно так не прозвучит, как если бы оно было напечатано в журнале. Поэтому известный переводчик, конечно же, стремится напечататься в журнале. Другое дело, что он бы предпочел, как мы выражаемся сделать дубль, то есть напечататься в журнале, а потом это произведение напечатать отдельно в издательстве. Значит, это вот один источник предложения наших переводчиков. Второй источник это наши собственные поиски. Наш поиск тоже можно разделить на несколько этапов. Это может быть поиск по книгам, это может быть поиск по тем произведениям, которые привозят наши редакторы или наши авторы из-за границы. Мы, как правило, попадая за границу, проводим по многу часов в книжных магазинах, листая те или иные произведения и прикидывая, что нам годится. А что нам годится? Нам годится, во-первых, произведение серьезное, во-вторых, произведение этапное, а в-третьих, произведение по возможности небольшое, потому что наши распространители не любят, когда мы начинаем роман в одном номере, а продолжаем его в другом. Казалось бы, с одной стороны, это должно быть выгодно читать, потому что он скорее купит следующий номер, ибо там, что называется, продолжение следует. Но для распространителей это неудобно, потому что если первый номер, где есть начало романа, распродан, то второй уже не купят, потому что тоже будет читать с середины. И, наконец, третья возможность приобретения новых материалов, это наши собственные поиски по так называемым рецензионным журналам. Я поясню, что такое рецензионный журнал. У нас есть в России очень немного, к сожалению, но у нас есть журнал «Вопросы литературы», слышали про него, который печатает рецензии в конце каждого номера. У нас есть журнал «НЛО», «Новое литературное обозрение», который тоже печатает обзоры и рецензии, но нам эти журналы не интересны. Мы черпаем свой материал из зарубежных рецензионных журналов, а это, если иметь в виду прежде всего английский язык, потому что по-английски, а лучше сказать по-американски рецензии печатаются на большинство произведений на разных языках. И главный это «Нью-Йорк Ревио Букс», где печатаются произведения самых разных жанров. Но это и британские рецензионные журналы, такие, например, как знаменитейший существующий «Не один век» литературное приложение к «Таймс», я перевожу, это называется «Таймс Литерий Сапплемент». Это «Новей Литерер», парижский журнал, это парижские газеты «Монт», «Фигаро» и так далее, и так далее. Сейчас, слава Богу, они все доступны. Раньше достать такие органы, такие журналы было невозможно. Два года, кажется, назад мы сделали специальный литературный гид. Литературным гидом мы называем «Журнал в журнале». Он бы вам был интересен. Это к нам в гости, так сказать, пожаловал знаменитый американский журнал «Нью-Йоркер». Слышали про такое, да? Вот, видите, про «Нью-Йоркер» слышали, по иностранной литературе нет. Журнал «Нью-Йоркер», но, естественно, вы про него слышали, потому что тираж «Нью-Йоркера» 800 тысяч экземпляров. И вот из этого журнала мы взяли рассказы, стихи, очень любопытную публицистику. Так вот, в журнале «Нью-Йоркер» тоже есть рецензии на произведения, которые могут нас заинтересовать. Вообще, поиски произведений для журнала это очень сложная, интересная и такая, я бы сказал, парадоксальная жизнь. Очень часто мы упираемся в отказы правообладателей. Правообладатель может нам, например, сказать, может заломить очень большую сумму, которую мы не в состоянии заплатить. Или он может сказать, вот вы предлагаете, вы хотите напечатать письма какого-то писателя, вы должны нам привести постранично все эти письма и вы вам скажем, какие письма мы вам разрешаем печатать, какие нет. Или, скажем, мы обращаемся с просьбой напечатать не весь роман, потому что он слишком велик, а фрагмент из романа. У нас есть рубрика, которая называется «Из будущей книги». И еще одна рубрика, которая называется «Сигнальный экземпляр». Там мы могли бы печатать фрагмент из романа. Правообладатель с большой степенью вероятности нам это не разрешит. Сказав, печатайте либо весь, либо ничего. То есть схема такая, мы находим некое произведение тем или иным образом, да, я вам описал эти возможности, и после этого очень важный сотрудник нашей редакции, у нас есть менеджер по правам, она связывается с правообладателем, которого, между прочим, это целый детектив, очень часто, очень сложно найти. Потому что, если речь идет, скажем, о Маркесе или Гюнтере Грассе, то правообладатели имеют место. А если речь идет о каком-то молодом писателе, ну, откуда у него правообладатель? Он, как правило, сам занимается распространением своих книг, потому что у него нет денег на правообладателя. Правообладатель же берет процент соответствующий. Вот пойди, найди такого автора. Поэтому это целая сложная история. И вот приближается время, мы переводим это произведение, а права мы еще не получили. Поэтому очень многие переводчики совершенно разумно говорят нам то, что нас абсолютно не устраивает. Они говорят, вот вы получите право, а тогда мы переведем. и это правильно, потому что очень может быть, что он переведет просто зря, потому что права мы потом не получим. Поэтому нам приходится все время, что называется, вертеться между правообладателем, автором и переводчиком. Спасибо за вопрос. Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Меня зовут Карина, я учусь на переводчика, изучаю английский, арабский языки. И как мы все поняли, что... Первый английский или первый арабский? Первый арабский. И как мы все поняли, далеко не все студенты знают о вашем журнале. Мягко говоря. И мне хотелось бы узнать, кто является основным читателем, я имею в виду возраст и род деятельности. Спасибо. Спасибо. Вот третий вопрос, тоже очень-очень дельный. С этим тоже большая проблема. Дело в том, что читатель толстого журнала это читатель по определению немолодой. Слава толстых журналов закатилась, надо об этом говорить прямо. И толстому журналу, в принципе, будь это Новый мир или иностранная литература, верен читатель, как правило, провинциальный и, как правило, после 50, ну, скажем, 40 лет. Немолодой. Человек, который, много читает и предпочитает читать традиционные вещи. Роман психологический, роман любовный, роман проблемный, социальный и так далее. И вот мы находимся все время, так сказать, в некотором противоречии между двумя типами читателей журнала иностранной литература. С одной стороны, это читатель пожилой и провинциальный, которого интересует один вид литературы, я вам его описал, а с другой стороны, читатель столичный. Вот, к сожалению, видите, вы немножко отстаете от, скажем, Московского государственного университета или Российского государственного гуманитарного университета, где я преподаю. Они знают наш журнал и его читают. И вот им нужна совершенно другая литература. Но не им, а вам, если вы его будете читать. Их больше интересует литература постмодернистская, экспериментальная, авангардная, авангардная поэзия и в особенности то, что не интересует читателя традиционного, это вторая тетрадка, как у нас принято говорить журнала. Что такое вторая тетрадка? Это не художественная литература, а литература нон-фикшн. Публицистика, критика, путевые заметки, мемуарная литература и так далее. Все то, что представляет собой некий идеологический опыт. Вот такую литературу современный читатель, может быть, не такой молодой, как вы, но постарше, с удовольствием будет читать. Поэтому, если мы будем строить наш журнал только на вкусах и привязанностях читателя традиционного, мы потеряем вас, как вас мы уже, собственно, и потеряли. Если мы будем работать исключительно с постмодернистской авангарной литературой, мы лишимся стержня нашего читательского, людей, которые до сих пор нам верны. Потому что я сильно подозреваю, что из тех трех тысяч, которые нас читают, большинство это читатели провинциальные. Спасибо. Александр Яковлевич, всегда большое удовольствие видеть вас в наших стенах. Взаимно, спасибо. Встречи с вами оставляют яркий след. Я хочу сказать следующее. В этой аудитории собрались студенты, кто изучает арабский, португальский, испанский и так далее языки, но их всех объединяет английский. Что сейчас в портфеле редактора с английским языком? И еще хотел бы сказать следующее, что выпускники нашего факультета пишут дипломную работу, где сами переводят художественную очень часто литературу и пишут комментарии. И поэтому уже тот факт, что журнал представляет и перевод, и какой-то комментарий к нему, я думаю, очень ценен с профессиональной точки зрения для наших ребят. И я думаю, что однозначно после этой встречи появятся те, кто возьмут в руки журналы и станут его верными читателями. Спасибо. Ну вот начну со второго вашего вопроса. Это как раз то, наверное, чем и должна заниматься вот эта литературная мастерская, о которой мы говорили. То есть соединить чаяния журнала иностранная литература и интересы и обязанности студентов лингвистического университета. Это совершенно понятная вещь, просто тогда журнал выйдет на поверхность, станет известным и студенты могут пользоваться напечатанным в журнале. Теперь, что касается первого вопроса англоязычной литературы. Англоязычная литература, хотим мы того или нет, а мы этого, конечно, хотим, занимает ведущее место в журнале. В любом журнале, который бы вы не взяли, если это журнал переводной, англоязычная литература занимает особое место. Конечно, мы печатаем много немецкой литературы, французской, испанской, итальянской, у нас есть специальные номера, все это есть. Мы, ну, так сказать, контролируем лучшие произведения современных писателей этих стран, но все-таки ведущее место занимают британские и американские писатели. И прежде всего, американская литература, которая, я должен вам сказать сегодня, необычайно интересна, необычайно богата. К сожалению, у нас вот наметился последние годы какой-то крайне скептический интерес к Америке, раздражение в отношении Америки. Мне, как отчасти американисту, это крайне неприятно. Я с этой точки зрения совершенно не согласен. И я считаю, что вот американская литература достойна изучение. Во-первых, вы прекрасно знаете, что американская литература дала замечательную классику XX века. Это и очень крупные поэты, такие как Эллиот или Эзра Паунд, ну и такие прозаики, лауреаты Нобелевской премии, как Хеминго и Стейнбе, Фолкнер. Это, я говорю, общие места. Но в сегодняшней американской литературе, и мы их печатаем, есть очень много замечательных писателей. Это, например, тоже лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон, замечательная писательница американского юга, она негритянка. Это прекрасный американский писатель Кормак Маккарти, который недавно выпустил такой апокалиптический роман под названием «Дорога». Мы его первые напечатали. Это роман о конце света, так сказать. То есть вот Америка, от которой ничего не осталось, осталось два человека, отец и сын, и как они бродят по выжженной, так сказать, земле. Это писатель, который очень известен в России. Если вы читаете современную зарубежную литературу, вы должны его знать. Это писатель Франзен. Он, к сожалению, нам подходит очень плохо по, так сказать, арифметическим соображениям. Он меньше 900 страниц не пишет. И нам, конечно, справляться с ним очень трудно. Это писатель очень крупный. За последнее время появилось два произведения, которые прошумели в Москве, в столицах и в провинции. Вы, наверное, слышали, по крайней мере, про одно из них. Это роман Донна Тарт «Щегол». Да, слышали? Кто-нибудь читал? Просто интересно. Я написал, никто не читал. Видите, как, к сожалению, наши студенты, наши с вами студенты плохо знают зарубежную литературу. Донна Тарт это интересный писатель. Я написал роман, на который я написал рецензию в прошлом, кажется, году в журнале «Иностранная литература». Рецензии, напечатанные в других журналах, были в высшей степени позитивные, положительные. Я написал рецензию отрицательную, потому что мне этот роман не показался особенно интересным. Но это явление, с которым нельзя не считаться. А совсем недавно, совсем недавно появился роман, которым завалены полки книжных магазинов. Если вы в них заходите, в чем между нами, говоря, у меня есть некоторые сомнения. Я имею в виду роман Гавайки, наполовину Гавайки, наполовину Кореянки, американской писатель Яна Гихара, говорит вам это, что имя что-то, нет, который называется «Маленькая жизнь». Вот такое вот странное название, «Маленькая жизнь». Если вы зайдете в магазин, большой книжный магазин, «Дом книги» или «Москва», или «Библиоглобус», вы увидите горы этой самой Яна Гихары во всех отделах. Продается этот роман. Вот это, так сказать, последние произведения американской литературы. Этих авторов мы печатали. Сейчас у нас на очереди, так сказать, шестой номер журнала. Я вам очень рекомендую за ним последить. Этот журнал посвящен Набокову. Ну, Набокову вы, конечно, знаете, да? Вот он посвящен Набокову. И это все то, что раньше Набокова никогда не печаталось. Я туда перевел письма. Это переписка Набокова с его американскими издателями, американскими и британскими издателями. И кроме того, мы печатаем рецензии, которые написаны на произведения Набокова в газетах Франции, Италии, Германии и так далее, и так далее. А также даем несколько интервью, которые Набоков дал известным журналистам и критикам в Америке и в Англии. Вот будет, по-моему, очень интересный номер, очень много забавных карикатурных шаржей на Набокова, его портретов и так далее, и так далее. А седьмой номер, и это непосредственно связано с вашим вопросом, целиком посвящен современной американской литературе. Вот там будет напечатан Эшбери, о котором я вам говорил, там будет напечатан роман, очень интересный для молодежи, потому что там проблемы современной жизни, в том числе и, так сказать, деликатные проблемы в виде гомосексуализма, наркотиков и так далее, и так далее. Автор, известная американская писательница Нел Зинк, она пишется Z-I-N-K, Нел Зинк, который называется по-английски, его очень трудно перевести, но поскольку вы с английским языком, я вам назову название этого романа по-английски, он называется Miss Laid, история о том, как жена берет с собой маленькую дочку и бежит от мужа, то есть семья распадается, муж остается со старшим сыном, а жена убегает в другой город штата и там всячески прячется, поэтому Miss Laid скорее всего надо перевести как исчезнувшие, спрятавшиеся, находящие, так сказать, не на месте, да, вы понимаете вот смысл. Мы печатаем также в американском номере и это касается уже американской классики, замечательного американского юмориста Дороти Паркер, которая долгое время сотрудничала с журналом New Yorker, писала очень смешные юмористические рассказы и афоризмы, ну и много чего еще другого. Есть, например, такой известный поэт и журналист и колумнист, который в свое время уехал из Советского Союза, Алексей Цветков. И вот этот Цветков, он выпускает свой собственный русский журнал в Америке и мы печатаем его эссе. И кроме того, в 12-м номере, в последнем 12-м номере мы отмечаем сразу два немецких юбилея. Номер будет посвящен столетию со дня рождения Генриха Берля, тоже лауреата Нобелевской премии, замечательного немецкого писателя, который в советское время был очень известен в России, в Советском Союзе, который был первым западным писателем, который принял Солженицына, бежавшего из Советского Союза, уехавшего из Советского Союза, а вернее сказать, я неправильно выразился, вывезенного из Советского Союза насильно, потому что он этого не хотел. И вот когда он приземлился в Кельне, то его встретил Генрих Бель, который с большим почтением и любовью относился не только к Солженицу, но вообще к русской литературе, мы печатаем рассказы Берля, его радиопьесу и его лекцию о русской литературе. И одновременно с этим мы отмечаем 90-летие другого Нобелевского лауреата, Гюнтера Грасса, который умер совсем недавно, пару лет назад, который дружил с Берлем. Мы печатаем его статью, которая называется «Как я хранил Генриха Берля». Вот будет такой вот отдел, посвященный немецкой литературе. В начале следующего года, а вернее в середине следующего года мы планируем сделать специальный номер, посвященный современной французской литературе. У нас есть уже кое-какие материалы. Мы планируем очередной номер, посвященный испанской литературе. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Мы печатаем очень много авторов с Балкан, из Сербии, из Хорватии. Там очень интересная литература. Вы знаете, например, Павича, наверняка слышали это автора. Но есть еще и Чосич, и Грегорич, и очень многие другие авторы. Очень много мы печатаем, пожалуй, больше остальных польских писателей и поэтов. Дело в том, что в нашей редколлегии есть замечательный полонист Ксения Старосельская, которая получила в свое время так называемую премию «Трансатлантик», главную польскую книжную премию, и которая контролирует, так сказать, ведет польский отдел. Вот я более или менее вам рассказал про портфель журнала, постарался не ограничиваться только англоязычной литературой. У меня вопрос каверзный. Я знаю, что у вас есть произведения, которые вы печатали в серии «Жизнь замечательных людей». Можем ли мы ожидать продолжения, ваше продолжение, или вы все-таки уже больше будете заниматься мемуарной литературой или биографическими записями или записками, описаниями, скажем так, больше для журнала иностранной литературы? Спасибо. Эти две вещи совершенно не связаны между собой. Что касается моих собственно литературных планов, я действительно последние годы изменил литературного перевода, который был уверен в течение десятков лет. Что-то мне немножко надоело переводить, и я увлекся, как это часто сейчас бывает, собственными сочинениями. Я написал несколько литературных биографий об авторах, которые мне близки как английсту и американисту. Я написал в издательство «Молодая гвардия» в серию «Жизелл». Знаете, да, про эту серию? Да, она очень известна, популярна, у нее достаточно большие по сегодняшним временам тиражи. Я написал шесть биографий, довольно быстро, они выходили практически каждый год. Это Киплинг, это Сомерсет Моэм, Оскар Уайлд, Скотт Фиджеральд, Генри Миллер. Кстати, когда началась перестройка, журнал напечатал скандальный роман Миллера «Тропик рак» впервые в нашей стране. «Тропик рак» «Тропик рак» «Тропик рак» «Тропик рак» «Тропик рак»